всем привет меня зовут сергей это моя супруга ирина сегодня мы покажем наш достаточно необычный дом он с плоской крышей расскажем вам все нюансы плюсы и минусы ход строительства постараемся осветить все нюансы аспекты строительства чтобы вам было интересно наша история началась восемнадцатом году мы расплатились ипотекой за квартиру и начали думать что делать дальше у нас как раз старшая дочка пошла в первый класс и как-то на ночь глядя мы решили что вроде как надо покупать вторую квартиру детям на будущее уж уснул на я продолжала думать думаю как же первый класс три месяца отдыха летних каникул что-то надо делать у нас три бабушки три дедушки дач никого нет мы не дачники а хорошо было бы уехать там на лето в деревню и я ночью не могла дождаться пока муж проснется и предложила ему идею а давай мы купим не квартиру а попробуем купить либо построить дом он загорелся и буквально за три месяца мы купили участок у нас был как первоначальный взнос на квартиру мы его пустили на покупку участка нам повезло мы нашли строительную бригаду и хорошего прораба и мы нашли необычный дом мы хотели что-то необычное современное с большими панорамными окнами нестандартная не хотели дерево хотели как бы загородную жизнь но в комфортных условиях и тот дом который у нас за спиной это не наш первоначальный дом такого забора вы еще не видели стильный инновационный и прочный твинга забор двухсторонние жалюзи легкий монтаж как лего крепления как с помощью саморезов так и без них продуваемость при этом не прозрачность ваш забор будет самым красивым и современным конструкция запатентована и производится только компании юнистрей чтобы узнать больше или заказать забор кликни по объявлению и переходи на наш сайт восемнадцатом году мы построили другой домик в виде кубика с плоской крышей двухэтажный он был 215 квадратных метров мы там прожили благополучно два года и грянула пандемия и пандемия показала что королевство маловато разгуляться нам негде дети стали проситься в разные комнаты три бабушки и три дедушки когда к нам приезжали мы не помещались и в один прекрасный день вот прям вот в один день мы решили что они подумать ли нам о том чтобы продать тот дом и построить новый мы хотели разделить детей мы хотели баню в доме то есть баню мы решили сделать на третьем этаже с выходом на крышу чтобы можно было после баньки снежком обтереться мы нарисовали дом так как у меня с визуализацией было очень плохо я у детей разобрала все их лего и собрала свой дом когда мы его принесли сюда решали как его построить где где и получалось так что мы его сделали немножко тот же проект но зеркально противоположным то есть мы выбрали газобетон потому что там опять же он по своим как бы свойствам аналогичен полому кирпичу то есть он тоже очень теплоемкий он легко режется быстрая укладка ну и стоимость она все равно как бы ниже нежели там кирпич вот поэтому в качестве возведения стен и не знают мы выбрали именно газобетонные блоки фундамент у нашего дома он ленточного типа для основания фундамента мы использовали фбс блоки блоки они были размером 230 высота 60 и ширина 40 блоки мы брали не новые сразу скажу то есть мы брали как бы бушные мы их все равно не увидим то есть они будут в земле то что они новые или не новые наверное уже не важно и был блоки которые мы закупали по мне так показалось что у них выше наверное качество наверное раньше делали лучше бетон блоки укладывались на глубину метр двадцать укладывались шахматном порядке под ними была естественно эта подушка из песка и связывались они армопояса в середине скажем так в центре также это все засыпалось песком укладывался пенополистирол на армопояс мы уже клали и перекрытие шестиметровые такой фундамент выдерживает девятиэтажный дом это очень важно потому что дом у нас тяжелый большой трехэтажный ну что добро пожаловать в наш дом сейчас мы проведем мини экскурсию заодно расскажем вообще что к чему и почему дом у нас квадратный поэтому разместилось очень много помещений очень удобных начнем мы от нашего коридора здесь шкаф для гостей и гардеробная как раз таки для нас небольшая но очень уютная все вмещается идем дальше в наше сердце дома а именно бойлерную это стихия моего мужа я блондинка не понимаю вот получилось вот такая у нас бойлерная достаточно просторная плане подачи воды у нас на участке два колодца один колодец он обслуживает дом и 2 это поливочная система мы не стали ставить какие-то дополнительные системы очистки потому что на предыдущем доме у нас была дополнительная система очистки там через смолу через песок проходил но вода была очень мягкая и на самом деле сложно было себя смыть там мыло и так далее нам это было неудобно и некомфортно самом деле поэтому мы не стали ставить эту систему доп очистки тому же она достаточно дорогая получалось мы поставили просто два грязевых фильтра один фильтр там он грубой очистки 2 тонкой очистки иногда я покупаю там угольные для того чтобы ну вода была все-таки чище воду мы сдавали на анализ и соответственно там очень хорошие показатели то есть сказали что ну воду можно пить как бы в принципе без проблем топимся мы газом опять же на предыдущем доме мы использовали газгольдер изначально потому что стоимость подключения там природному газу ну достаточно высокая была и мы использовали сжиженный газ но сейчас жиженый газ он значительно подорожал там практически в два раза и если мы сразу же подключимся там природному газу то есть стоимость она сравнялась поэтому было принято решение сразу включаться к магистральному газу и используем его на первом этаже у нас ну практически везде теплый пол в бойлер на его нет потому что это достаточно теплое само по себе помещение теплый пол идет в коридоре в гардеробной потом ванная первый этаж под лестнице мы также не делали потому что у нас там погреб и теплый пол в гостиной у нас три ванных комнаты три санузла на первом этаже мы решили не делать ни душ ни ванную то есть это просто гостевой санузел ну и опять же туалет для наших любимых котов практика предыдущего дома показала что кухня гостиная это место где проводится 90 процентов времени поэтому мы хотели максимально большую кухню-гостиную она у нас получилось 12 на шесть семьдесят два квадрата мы ее поделили примерно на три зоны первая кухонная зона где у нас кухня с и обеденная зона зона для релакса у нас здесь четырех с половиной метровый диван большой телевизор и вот эта зона она с выходом на террасу и плюс здесь мы ставим на новый год большую елку танцы дискотека хороводы и мы везде в доме сделали натяжные потолки быстрота недорого но и к тому же дом трехэтажный он все равно будет садиться и по опыту потолок все равно при усадке дает трещин лестница у нас значит она бетонная мы и целиком заливали бетоном ширина лестницы 120 сантиметров 120 сантиметров до высота ступенек 15 сантиметров это уже получается у нас в готовом виде да нам было очень важно так как дом большой и три этажа она должна была быть комфортная поэтому вступать по лесенке как можно чаще и должно быть очень удобно ширина ступенек получилось 35 сантиметров ну на самом деле это тоже очень удобно потому что вот у меня к примеру там не знаю там 42 размер ноги но полностью помещается становишься очень удобно лестничный пролет лестничные марш и мы делали из ламината также как вода лошадка площадке тоже очень комфортно но и плюс мы здесь решили делать не краску не обои ничего так как здесь часто бегают дети заносят мебель чтобы стены были не покоцаны и мы сделали имитацию гипсового кирпичика мы покрасили на втором этаже 4 спальни ванная и гардеробная это наша спа-зона здесь находится баня это твоя стихия размер данного помещения он 5 на 12 вместе с бани из вам у нас уже ранее был опыт сауны в доме и на самом деле это очень удобно многие там говорят что с точки зрения там пожарной безопасности ну это наверное плохо но я не знаю если все как бы сделано по уму и грамотно так далее то есть нечего бояться соответственно здесь у нас дровяная печь ну и сама сауна ширина уже в чистом виде два с половиной и глубина три метра до большое помещение но печку мы как раз таки тоже предусмотрели именно для такого помещения то есть она протапливается полностью за два часа надо ходить примерно до 80 градусов ну а теперь немножечко о проблемах потому что со стороны может показаться что прям все идеально гламурно красиво на самом деле у всех бывают свои трудности у нас они тоже есть с крышей крышу на третьем этаже мы соответственно делали деревянную можно было также сделать армопояс и положить плиты перекрытия но на тот момент вот техника у кран у него стрела просто не доставала до третьего этажа то есть надо было вызывать там специальную другую технику мы решили как бы сэкономить ускорить процесс и так далее вот и сделать деревянную крышу те люди так скажем рабочие которые делали крышу на третьем этаже они обладали недостаточной скажем так квалификации поэтому у нас есть некоторые проблемы в частности пока я еще не знаю из-за чего это я уже принципе лазил на крышу смотрела никаких как бы там повреждений не видел но тем не менее я не знаю видно не видно у нас вот из этого светильника тут периодически капает вода может быть действительно есть какие-то технические проблемы сложности мы на самом деле почему-то упустили из вида и не спланировали подогрев желобов то есть этой зимой это была ну действительно проблема желоба набивались снегом и льдом вот образовывались сосульки приходилось это чистить сбивать и так далее то есть вот мы изначально не предусмотрели подогрев когда уже вот сейчас наступит весна-лето то есть будем заниматься вплотную этим вопросом потому что мы без этого дальше никак иначе от этой проблем никуда мы не уйдем а я не запланировала розетки на улице на крыше под иллюминацию дома вот этой зимой я очень хотела сделать новогоднюю иллюминацию но я поняла что розеток у меня не хватило я предусмотрела розетки на всех окнах внизу под иллюминацию на окнах но на наружную иллюминацию я розетки не предусмотрела когда мы продали предыдущий дом мы были уверены что этого бюджета нам хватит на строительство нового дома потому что мы знали уже на чем можно сэкономить на чем экономить нельзя мы у нас была своя бригада но к сожалению за год стоимость строительства выросла практически в два раза на что-то еще и больше денег нам не хватило у нас была недвижимость в виде квартиры мы взяли ипотеку под залог недвижимости мы ее сейчас потихонечку выплачиваем так как у нас ремонт не закончен строительство не закончено мы не сводили там точный дебет с кредитом там сколько было денег да сколько там вот у нас осталось мы не знаем сколько конкретно стоит там фундамент сколько у нас стоит там первый второй этаж но если посчитать в общей сложности да в совокупности то у нас квадратный метр получился примерно 45 тысяч рублей 45 50 это без техники без мебели шафта и без мангальной зоны то есть это вот 45-50 тысяч за квадратный метр это ну в принципе так дом который как-то готов для круглогодичного вот ну соответственно математика если там 45 тысяч умножить те же там 450 квадратов вот она стоимость понравился ролик ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик чтобы быть в курсе всех новых видео на форум хаус и мы всегда рады вашим комментариям подписывайтесь на канал и и вы 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 вы